Всем привет! А сегодня я хочу рассказать про самый маленький город в Колорадо и самый квадратный город. Почти половина территории этого города занято парком развлечений, очень таким, как-то мне кажется, даже страшненьким парком на первый взгляд. Немножечко жилых домиков и остальная часть это торговая площадка. Небольшое видео о том, как я снимаю свои города. Вот у меня стоит одна камера, вот у меня стоит вторая камера и вот у меня стоит третья камера. А для того, чтобы они все одновременно начали записывать, нужно крикнуть GoPro Start Recording. И вот они начали писать. Вот, пошло время тут, пошло время тут и пошло время там. Все, мы поехали. Видите этот квадратик, огороженный красными линиями? Это и есть этот самый город. В общем, самая большая достопримечательность этого города, это, конечно же, его парк развлечений. Или, как они здесь это называют, amusement park. Это самый старый и до сих пор работающих парков в Колорадо, да-да. Я, несмотря на то, что он так страшно выглядит, он до сих пор работающий. Я, если честно, когда просчитал, я был очень удивлен, что этот парк работает. Потому что, когда я искал статьи про этот парк, я, если честно, хотел найти статьи, почему он закрылся и почему он не работает. Но, как выяснилось, на самом деле, вот это вот страшненькое такое, на мой взгляд, строение и все вот это вот, оно все еще работает и франциклирует. Оно, конечно же, на текущий момент уже закрылось на зимний сезон. Но они продают уже сейчас билеты на 2021 год. Вот так вот. Это, конечно, было для меня большим сюрпризом узнать, что вот этот вот парк, он все еще работает. А живут в этом городе, вот в этих вот маленьких домичках, которые вы видите, 8 человек. Точнее сказать, по информации, на 2010 год. В 2010 году здесь жило 8 человек. Живут ли они сейчас, я, если честно, затрудняюсь сказать. Но этот счет информации нет. Но если посмотреть на то, как выглядят эти домики, то что-то, если честно, очень слабо верится в том, что в них кто-то все еще живет. Вот еще разок посмотрим с другой камеры на эти домики. Видно, что тут, конечно, какая-то движуха есть. Вот свежепопиленные деревья. Но здание, конечно, выглядит очень-очень-очень печально. Стоят какие-то автомобили. Это, видимо, персонал, который здесь работает и обслуживает этот парк развлечений. Что для меня до сих пор является загадкой. Это вот так, что он работает. А вот эти самые домики. И если посмотреть вот в стекла и насквозь, то, ну, как бы, да, слабо верится в то, что в них кто-то живет. Здесь совсем мало домиков. Никогда их больше и не было. Это был всегда очень маленький город. А фишка этого города такая, вот почему он такой вот появился, заключается в том, что когда-то, давным-давно, когда здесь был сухой закон, владелец этого города решил, что он не хочет подчиняться сухому закону. Он хочет развлечений и хочет продавать алкоголь. И он обозначил этот город самоуправлением. Естественно, по своему собственному приказу, в своем собственном городе разрешил продавать алкоголь. Ну, и построил, соответственно, этот парк развлечений. И продавал здесь свои спиртные напитки. Очень стрёмненькие заборы, да? Очень стрёмненько там все внутри выглядит. Я так полагаю, что это, наверное, какая-нибудь парковочка для гостей. Ну, что-то как-то... Наверное, может быть, потому что он закрыт, а там никого нет. Но вообще, если честно, мне бы туда не хотелось ехать парковаться. Парк, между прочим, был открыт в 1908 году. А вот мы сейчас проезжаем другую часть этого города. Да-да, город справа. Слева это город Денвер. Я об этом забыл сказать, что мы объезжаем вокруг по часовой стрелке. И наш интересующий нас город находится справа. А слева находится город Денвер. Вот тут даже какой-то отдельно стоящий, скучающий полицейский автомобиль есть. Прикольно. Эта часть города была предназначена для бизнесов разнообразных. Но с ними тоже все было очень плохо. Ничего не получалось. В общем, эти строения выкупил Walmart. И частично Strip Mall, как это здесь называется. В общем, это такой тип, как это сказать, строений, когда в ряд находится несколько подряд пустых помещений, в которые могут заселяться разные-разные бизнесы. Называется тут Strip Mall. То есть они такие в ленточку такие. Вот. Итак, вот мы с вами поворачиваем сейчас направо. Внутри улицу. Мы уже посмотрели одну улицу, где находится, собственно, парк развлечений. Вторая улица с какими-то непонятными парковками и стрипмолами. Вот он, этот Walmart. Да, такой вот странный город. Конечно, я не знаю, принадлежит ли эта улица этому городу или не принадлежит. Но с этой стороны, с левой части у нас город Вестминстер. То есть, если с той стороны там были города, город Денвер, да, с двух сторон, то с этой стороны город Вестминстер, получается, слева. Вот тут у них, значит, озеро есть. Собственно, в честь которого и назван этот город Лейксайд. Это имеется в виду, что это город, находящийся на берегу озера. Даже вот какая-то сбегаловка была. Какой-то бизнес-центр, в котором сдается куча помещений. Написано, что, пожалуйста, приходите, живите у нас тут. Работаете, всех приглашают. Ну, не знаю. Мало того, что место такое странненькое, так еще и коронавирус, когда сейчас вообще бизнес-центры все стоят пустые. Конечно, да. Не очень, наверное. Зато, наверное, дешево. Потому что билеты в этот парк, я посмотрел, стоимость, они катастрофически дешевые. Таких дешевых билетов вы не найдете больше нигде, наверное. По крайней мере, в Колорадо. В стандартной парке развлечений обычный вход это около 20, 30 и даже 50 долларов. Здесь вход стоит 1 доллар 38 центов. Вот такой вот он дешевый. И, если честно, надо сказать, что и понятно почему. Потому что вот этот вот роулер-костер, как они называют, да, эти американские горки, он построен с дерева. Вы представляете, вот эта вот конструкция, она деревянная. И по этим вот горкам на тележках народ катается. Я представляю, какой здесь стоит грохот, потому что оно просто деревянное. Еще разок, видно озеро, которое занимает большую часть этого города. Видите, по-прежнему стоят вот эти вот непонятные заборы. Оно все огрожено такой вот ключей проволокой. И вот эти вот деревянные конструкции, куда народ, оказывается, ходит кататься. Если честно, я бы не пошел. Не знаю, мне как-то не кайф сюда ходить кататься. Но парк работает, здесь можно кататься. И, кстати, здесь ни одного ЧП не произошло за последние много-много лет. Что очень даже, если честно, меня удивляет. Я думал, что он не работает уже давно. Он, оказывается, работает и даже вполне себе безопасно работает. Вот так вот. На этом на сегодня все. Всем спасибо. Пока-пока.